Ирина и Сергей Жариковы ведут свой бизнес с конца 90-х годов. Небольшой магазин по улице Красносельского 1 – единственный источник дохода, которого теперь они могут лишиться. Договор на аренду земли закончился в конце 2013-го. В следующие два года, пока действовали льготы для предпринимателей, Ирина Жарикова собирала документы, необходимые для включения павильона в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Севастополя. Однако, как утверждают предприниматели, во время подготовки бумаг им сказали, что зона, в которой находится магазин, является исторической, из-за чего здесь не может находиться торговый объект. За помощью Ирина Жарикова обратилась в Севнаследие. Я говорю, у нас все земли здесь, в Севастополе, как бы, наследие. Он говорит, ну, через годик поправочку сделают, тогда, наверное, можно будет. Но, как я сейчас понимаю, у соседей документы мои сделаны, значит, какая-то поправочка произошла. У меня семеро детей, которые трое учатся в школе, у меня больше дохода никакого нет. Просто посчитать, сколько денег здесь, эти деньги просто, это же я, как бы, у поставщиков на отсрочку брала. Чем мне это грозит? Для моей жизни это крахом грозит. Предприниматели считают, что в сложившейся ситуации их вины точно нет. Претензии соседки начались с того, что у нас низкие цены, якобы, из-за того, что к нам ходят бабушки, то, что к нам приходят дети, то, что у нас просто люди идут, а у них не идут. Но на фоне того, что проходило в Севастополе с Мусоном, с Матросским бульваром, наша, извините, проблема оказалась ничтожной. Но мы продолжали писать письма. Предприниматели пожаловались, что несколько раз подавали документы на включение павильона в схему размещения нестационарных торговых объектов Севастополя. Однако, по их словам, каждый раз получали отписки. В начале декабря прошлого года владельцам магазина пришло уведомление о том, что точку снесут через три месяца. Первые два, как рассказала Ирина Жарикова, ушли на подготовку документов. В феврале женщина подала заявление в Главное управление потребительского рынка и лицензирование правительства Севастополя. Его приняли на рассмотрение. Но тут подошел срок. Решение о демонтаже вступило в силу. Нестационарный торговый объект готовят к сносу. Я напомню, что даже в утвержденной схеме размещения НТО данного объекта нет. Соответственно, нет и договорных отношений у данного объекта. Соответственно, никаких платежей в бюджет не производится. Я напомню, что по закону для того, чтобы выставить это место на открытый аукцион, оно должно быть вакантным. То есть правительство не имеет права выставлять на аукцион место, которое уже занято незаконным объектом. Безусловно, поэтому данный объект будет демонтирован. По словам Вадима Кирпичникова, после демонтажа магазина территорию под ним, возможно, внесут в схему размещения нестационарных торговых объектов Севастополя. Чиновник отметил, что в городе свободно более сотни мест. А в конце марта планируется провести первые аукционы на заключение договора в торговле на пятилетний срок.